В середине 19 века Амурская область вошла в состав Камчатской епархии и центр духовной жизни всего Дальнего Востока сосредоточился в Благовещенске. В новом городе, как и полагается, строились церкви. Вначале деревянные, затем каменные. И самая первая церковь была посвящена святителю Николаю, Мерликийскому чудотворцу. Первый дом нового города и первый его храм был построен как часовня по инициативе священника Александра Сизова. Он построил ее на самом возвышенном месте вместе с солдатами линейного батальона за одну ночь и на следующий день осветил. Случилось это в 1857 году. Строили часовню из бревен мертвокладной, в которой минувшей зимой хранились тела умерших казаков Усть-Зейского поста. Через год к часовне сделали пристройку, а еще через год достроили колокольню. Из сборника Амурский календарь за 1902 год. Деревянная церковь во имя святителя и чудотворца Николая – первая святыня Амурского края и в настоящее время историко-археологическая достопримечательность. Был он свидетелем важных политических и церковно-гражданских событий в крае, как, например, заключение Айгунского договора, сопровождавшегося молитвным торжеством в храме. Храм Сей видел и принимал в стенах своих знаменитых иерархов русской церкви, славных государственных мужей и, наконец, даже царственных особ. Амурский календарь на 1940 год – составитель голубцов. До 1864 года Свято-Никольская церковь служила и кафедральным собором, то есть главным храмом, в котором служит архиерей. Пока не был построен и освящен новый кафедральный собор. Он находился в районе нынешнего перекрестка улиц Пионерской и Ленина, там, где сейчас сквер и памятник Мухину. В принципе, вот уже тогда, когда он закладывался, все-таки это был 1858-59 годы строили. Это была местность абсолютно еще пустынная, поскольку, собственно, город строился, вернее, населенные пункты находились выше этого места, ниже этого места, как бы, то есть вот эта часть, она пустовала. Но предполагалось, что, по крайней мере, на пять верст вокруг здесь будет застроено все, и в конце концов кафедральный собор должен был оказаться в центре города. Ну, в общем-то, так оно действительно и оказалось, как тогда задумали. Храм был небольшой, деревянный, на каменном фундаменте, расположен с запада на восток, с небольшой колокольней. Построен был на средства священного синода солдатами линейных батальонов. Иконы для первых пяти храмов на Амуре, в том числе и для кафедрального собора, писал ссыльный Семен Григорьев. Здесь же находилась главная святыня края – Албазинская икона Божьей Матери, которую в 1868 году привез епископ Вениамин Благонравов. А еще доподлинно известно историкам, что в самом соборе были захоронения двух епископов, служивших в Благовещенске. Это епископ Павел Попов, который скончался в 1877 году, и епископ Макарий Дарский, который был похоронен в соборе в 1897. По злой иронии судьбы, примерно на месте этих захоронений и находится сейчас памятник революционеру Мухину. Кафедральный собор несколько раз достраивали. В епархиальных ведомостях писали о том, что в большие праздники люди стояли на улице, дожидаясь счастливой возможности попасть в храм. То есть действительно, мест не хватало. И поэтому вот уже в 1896 году кафедральный собор был достроен двумя пределами. Все годы своего существования кафедральный собор был главным храмом города, несмотря на строящиеся кирпичные церкви. Первой из таких построек стала церковь Покрова Божьей Матери, которая находилась на месте нынешнего кафедрального собора. Александр Поликарпович Сизой в свое время ратовал за строительство новой церкви, но к его инициативе горожане оставались равнодушны, и первый священник Благовещенска почти согласился занять место настоятеля в кафедральном соборе Якутска. И вот когда жители города узнали об этом, вот тут-то они зашевелились. То есть они собрались в делегации, почетные граждане, и даже военный губернатор при этом был. Пришли к Александру Поликарповичу и начали просить, чтобы он остался в городе. Ну, Александр Поликарпович выдвинул свои аргументы и, в общем-то, предложил им, что он может, вернее, он сказал, может остаться. Но при условии, если вот тут же, сейчас же начнут собирать средства на новый храм. Но епископ Мартиниан Муратовский настоял на том, чтобы это был именно кирпичный храм. Он был построен и освящен в 1883 году и стал одной из первых кирпичных построек в городе. Так же, как другие храмы города, церковь во имя Покрова Божьей Матери была снесена в 30-е годы. И только в 1997 году, в год 200-летия со дня рождения святителя Иннокентия, на этом месте начали строить новый кафедральный собор во имя Благовещения Пресвятой Богородицы. Во время археологических работ на строительной площадке были найдены захоронения четырех человек. Среди них могила первого священника города Протеерея Александра Поликарповича Сизова. Через несколько лет в 1895 году в районе нынешних улиц Чайковского, Горького и Красноармейской появился новый храм Благовещенска, церковь во имя святого архистратига Михаила и прочих бесплотных сил небесных. Основана она была на три года раньше, как первая в Благовещенске церковно-приходская школа. Второй кирпичный храм был построен в Благовещенске в 1896 году на пересечении улиц Вознесенской и Никольской. Вот примерно на этом месте, сейчас это перекресток улиц Красноармейской и Комсомольской, находился один из красивейших храмов города. Градоблаговещенская Кладбищенская церковь во имя Вознесения Господня. Современники отмечали, что лучше всего храм было видно со стороны улицы Никольской. Массивный его силуэт просматривался за несколько кварталов с самой улицы Большой. Его построили на средства городского бюджета, а также прихожан и частных лиц. Судя по фотографиям, церковь была большой и очень красивой. Недалеко на территории Вознесенского кладбища находилась деревянная церковь во имя второго пришествия Господа и Страшного Суда. Построена она была в 1872 году по проекту первого архитектора Амурской области Степана Крыгина в память его умершей невесты Евдокии. В 80-е годы рядом была построена каменная часовня. И, наконец, в районе нынешних улиц Ленина Чайковского в 1896 году известный благовещенский купец Семен Шадрин начинает строительство собора Животворящей Троицы. После постройки и освящения в 1902 году благовещенцы называли его Шадринским собором. На его колокольне был установлен самый большой в городе колокол весом более 300 пудов. Полы храма были выложены плиткой, окна украшены цветными витражами. Увы, в 30-е годы его постигла та же участь, что и другие храмы города. Всего до 1924 года в городе были построены 12 храмов отдельными постройками, а вместе с домовыми церквями более 20. Свято-Никольский храм единственный из всех сохранился до 1980 года. Правда, без купола и колокольни, которая была снесена еще в 20-е годы. В советское время здание использовали для различных учреждений, пока окончательно не уничтожили. И только через 16 лет первый дом города решено было восстановить. Он был вновь отстроен и освящен в январе 2010 года. Рядом с построенным вновь и освященным в 2003 году кафедральным собором во имя Благовещения Пресвятой Богородицы. Шадринский собор планируют восстановить на месте его первоначальной постройки. Если это произойдет, в Благовещенске оживет третий православный храм из 12. Пока же история этих построек продолжается только в книгах или на старых фотографиях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова